Кух Юманс, Найт Сити на связи, это Киберпанк и продолжение. Прохождение сюжета кампании, предыдущий выпуск мы посвятили побочным заданиям, вроде чем-то обзавелись, победили братьев-близнецов, убили кибер-психопатку, но что-то как-то всё это не совсем обнадёживающе даже, в том плане, что денег я там потратил. Так, давайте зайдём, так, у нас уровень 3, репутация 3, снаряжение. На ногах у нас одежда, ну логично, да, на ногах одежда. Так, персонаж, доступные очки способностей, одно, сила, реакция. Что здесь можно сделать? Быстрые удары прикладом винтовок и пистолетов на 50% больше урона. Так, это у нас есть, что ли, я так понимаю? Урон при стрельбе из винтовок и пистолет-пулемётов увеличивается на 3%. Так, а тут вообще как-то всё дополнительно как раз-таки для стрельбы, да? Так, ну всё, мы уже потратили. Получается, по снаряжению. Что мы можем использовать? Штермовую винтовку. Так. У нас прицельчик даже какой-никакой есть. Это замечательно. Больше помегасов, модификаций никаких, да? Так, пистолет. А, у нас ещё одна ячейка есть, куда мы можем поставить вот этот пистолетик. Что там по модификации? А, ничего, ясно. Дальце. Голова. То есть, мы практически голые, можно так сказать. Самодельный бандан. Боже, что это? Модификация увеличивает показатель брони. А как взять? Или она установлена, эта модификация? Какой бред. Торс. Жилет Ви без нашивки. Пусть одевает, конечно. Что это такое? Как эти. Так, лицо. Налицо ничего. Так, борцовка психозащитным покрытием. Нормально. Так, модификаций нет. Так, ну, по штанам понятно. Поношенные байкерские ботинки. Три с половиной единицы. Три идеи нет. Эти лучше. Особое. Особое тю-тю. Так. Так. Что за ствол такой? А как целиться? А, все. Все, ништяк. Все, убрали нафиг. Убери. Да убери оружие. Я же на альт нажимаю. Что за ерунда? Что с настройками случилось? Где управление? Клавиши. Привязка клавиш. Выбрать предыдущий пример. Перейти. Открыть снаряжение. Понятно. Выбрать кулаки. Ближний бой. Четыре. Вау. Ладно. Буду знать. Ну так, собственно, давайте что? Отправимся по заданию. Так. Позвонит сотрудница Милитеха Мередицтаут. Встретится с Джеки. Шершель Афан. Прийти в Лизис между 18.00 и 6.00. Виллен Паркер. А карта? Где это? А сейчас сколько времени-то? Сколько время? Где посмотреть время? 18.08, да, сейчас? Как раз таки я попадаю, да? Где моя тачка? Подтвердить. Тачила. Что это? Вы видели это? Это надо на видео посмотреть. Сдвоенный какой-то этот. Так. Ладно. Назад там разворачивался глупо. Сейчас попробуем. Круговую может дать. А, конечно же, это встречка. Да? А, нет, не совсем. Сейчас мы должны в Лизисус... Окей, куда она меня? Почему сюда? Ну ладно. Так, а что теперь? Там полицейские разборки опять какие-то. Так, и направо, да? Такой мне вход показывает. Так, по сюжетной линии нам получается... Надо там немножечко разобраться, на кого мы работаем, да? В плане того, что перед тем, как пойти и забрать груз... Так, че, вот я проехал, да? Припарковаться, как обычно, негде. Шершеляфан. Давай, уходи отсюда. Это какой-то бар, что ли? Да, тебя киска. Чего? Brain dance? А что у вас есть? Что тут есть? Что у нас есть? Девочки и мальчики, твои мечты. Актеры выше синоптической лиги. Никаких потасканных чуваков из порновирта и разглазданных букв. Авторский материал. Экстаз в чистом виде. Эмоции такие, что у тебя еще неделю сердце колотиться будет. Затем сюда и приходят. Продавать-то вы умеете. Это не реклама, а предупреждение. Мы-то готовы подстроиться под каждого. Так это еще и вышибало местные. Не хочешь попробовать? Еще как хочу. Это круто. Я бы попробовал. Окей. Только сначала пройдемся по правилам. Значит, за несанкционированную запись положено наказание. Она еще вооружена. На лотике принимайте для себя. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь brain dance и идешь в кабинку. Я что, из детсада по-твоему? Полный лох. Ура. Спасибо. Здрасте, здрасте. Это какой-то клубешник, что ли? Сесть у бара и расспросить об Эвелин. Смотри, чего тебе хочется. Может, расскажешь поподробнее. За стаканчиком? Эй, повтори нам, пожалуйста. Соблажняшка прям какая-то. Здорово. Будешь что-нибудь? Что подаете в меню? Придется что-нибудь, какую-нибудь хрень выпить, что ли? Я не знаю. 30 этих. Ну, давайте купим. Подтвердить. Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Вы еще ее, может, найдешь? Все в порядке, Матео. Я его ждала. О, добрый вечер. Ну, будем гвозить друг на дружку. Эвелин Паркер. Алекс Твист. Очень приятно. Я сразу поняла, что это ты. И как же, по моей шикарной кепке. Давай выпьем. Сэнсон? Это же моя любимая. Только откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Провидица. Почему мы встречаемся здесь? Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины. Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Приму за комплимент. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. Пойдем, пойдем. Все нормально, честно. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Типа сюда? Эй, а как сесть? А, во. Что за виртуальное герло? Извивающийся. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Тебе же не важно, что думает Декс. А, тебе я лучший из лучших. Я жду тебя. Я профессионал. Команда у меня проверенная. Мы не провалили ни одного дела. На этот раз дело будет посерьезнее. Надеюсь, это не слишком самоуверенно было. Намного серьезнее. Я в курсе. Это как раз мой уровень. Декс сказал, работа будет опасная. Кстати, вы давно работаете вместе? Ты и Декс. Недавно. Начали сотрудничать. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс. Он как раз относится к другому типу. И что это за тип такой? Ну, не томи. Рекрутеры. У них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. То есть им не важно, с кем работать. По сути, наверное. Если они вдруг ошибаются, это становится их последней ошибкой. Поэтому я надеюсь, что Декс с интуицией все нормально. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Аросаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да. Они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где это? Был там? Как-то не приходилось особо... Не приходилось даже в том районе бывать. Жаль. Фрэши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так. Где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет... Юрино Буарасака. Юрино Буарасака? В Найт Сити? В Найт Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только ленивый не написал, что Юри приехал в Найт Сити. Обалдеть. Он последний сын Сабура Аросаки. И главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Аросака-младший приехал в Найт Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Аросака. А ты как раз знаешь. Хм. Мне надо обокрасить самого Юрино Буарасаку. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юрино Буарасаки. Юрино Буарасаки. Юрино Буарасаки. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймут, что сын опять принялся за свое. Наверное, у Юрино Буарасаки. Наверное, у Юрино Буарасаки армия охранников. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. К отелю, наверное, вообще не подступится. Фишка в том, что у Юрино Буарасаки нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Это же как-то так со всеми разосраться-то, а? Посмотрим, что за туз у тебя в рукаве. Если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Буарасаки сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? То есть, по сути, никого грабить не придется. Что Юрино Буарасаки хочет получить за меня? Какие у них с Юрино Буарасаки условия сделки? Неважно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача устроить так, чтобы сделка не состоялась. Где он держит чип? Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Буарасаки вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере. Где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Как банально. Окей, где он? Скоро сам увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Что ты знаешь о Юрино Буарасаке? Что еще ты знаешь про Юрино Буарасаке? Довольно много. Он изучал биотехнологии и финансы в Токио. Скорее всего, не по своей воле. Забур готовил его себе в преемнике. Потом сыночек вдруг стал самостоятельным и на несколько лет ушел из корпорации. В итоге блудный сын вернулся в семью. Но осадок остался. Но это с одной стороны. Есть и другая. Это умный парень, у которого свой собственный взгляд на мир и свои планы на Арасаку. Этот трюк с био-чипом может стоить не всего. Да, просто он поверил в то, во что все тут верят. Что можно попытаться и получить контроль. Над чем? Что на этом чипе? И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Юрино Буарасаке Арасаке и хочет передать Дозору. Это не может быть неважным. Послушай, Вия. Чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание. Я перевожу на твой счет кучу денег. Да ну как-то, блин. Ты кого знаешь. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейн-танцу из компеки Плаза. Зачем мне брейн-танц? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на центре? Что-нибудь еще? Вовсе нет. Брейн-танц позволяет анализировать детали. Нюансы недоступны зрению, даже прокачанным. Тебе это пригодится. Фиг для себе. А что на этой записи? Апартаменты Юрино Буарасаке. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Ну что-то прям... Да, такое впечатление, что их что-то связывает. Если на записи квартиры Юрино Буарасаке, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему. Знакомы очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейн-танц. 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 Сейчас Жуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Что? Жуди мне помогала не раз и не вам. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. Будем надеяться. Что мне теперь делать надо? Здрасте. Добрый вечер. Это Ви. Он за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейн-танца, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет, Джуди. Здрасте. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно. Ну, сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Что, мне сейчас на кресло по-любому плюс придется? Там, чтобы меня во что-то... Нам с Чпок-Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Чпок-Стрит. Ну, тогда чего? Запускаем Ви? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? Чего? Да ни разу. Нет никогда. В обычном-то да, но вот сырой. Еще пробовать не доводилось. Расслабься. Я все объясню. Это проще, чем кажется. Ну, садись, порасполагайся и приступим. Плюхнется в кресло. Я так и знал. Не зря же их так целых два расположили. Раз нас будут опять мучить. Какую-то хреновину на голову напялили. Сначала создам твой сенсорный кофе. Давай. Окей. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет. Не в этот раз. Так. Сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Так ты ему только какую-то хрень напялила. Че, покалывать-то? Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти двайка. Как будто ты его поиск. Это надо будет делать каждый раз? Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-данса. Еще секунду. Надо заблокировать поливые рецепты. А, то бишь, что-то я... Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактами. Так-так, что-то бы тебе тут... А нельзя его закинуть в мою запись. Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Ну, поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменения. Погружение через 3, 2, 1... Господи, это какая-то виртуальная реальность, Шоли. Где мы? Куда у нас? План простой. Белая комната. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, боже. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Че? Окей, давай вперед. Че делать-то? Че, время капает какое-то. Мы кино смотрим. Я понял. Тише, тише, я... Давай, Шакон у тебя нахуй отстрелю. Че это, меня пристрелили, что ли? Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. Обалдеть, я так все понял. Что это было? Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменения. Опять кино? Безучастное. А, режим изменения. Че, че-то могу там делать, наверное, да? Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Обалдеть. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психом из студии. Ага, понял. Скажи, круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Чтобы перемотать брейн-данс, назад нажмите Q. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем быстрее идет перемотка. Чтобы перемотать брейн-данс вперед, зажмите E. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем быстрее идет перемотка. План простой. Никаких выкрутасов. Вынимай бабло. Отвали. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. R. Теперь самое интересное. Короче, это видеоплеер какой-то. Зачем? Можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. Блан, простой. Никаких выкрут. Ну. Заходишь, выгребаешь бабло. Отвать. И продаю премьер. И все укрепляет. Остановимся тут. Угу. Выделенные в жирном части дорожки содержат подсказки, доступные для сканирования. Подсказки будут подсвечены на протяжении всего фрагмента, если в редакторе выбран нужный слой. Подсказки могут наложиться друг на друга. Та часть дорожки, где это произойдет, будет подсвечена особенно ярко. После сканирования подсказки пропадут с дорожки. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас, внимание. В режиме анализов доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записан. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, которых оператор понятия не имеет. Источники сенсорных сигналов, чтобы переключиться международным сенсором, нажмите shift. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Я что, в Sony Vegas, что ли? Подару звуковым дорожкам работаю. И режим изменений, режим воспроизведения. Переключиться на слуху. Как его запустить-то? Источник звука. Сканирование. Обалденно просто. Просто юмористы какие-то. Когда надоест, пойдем дальше. Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данным, которые отловили импланты оператора. Например. И что? Брейден оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. Да. Всем лежать. На землю. Целуем пол. Живо. Это типа границы действительности, зафиксированные на записи. Редактор тебя за нее не выпустил. Так понятно? Очень. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненной девахе. Попробуй. И? Какой раненый девах? Переключиться на слой изображения. Боже, как же здесь все прям... Поехали дальше. Промотай до того момента, где борт получает пулю. План простой. Никаких выкрутас. Заходишь, выгребаешь. Э. Ага, понял. План простой. Никаких выкрутас. Заходишь, выгребаешь, помогу. Черт, нету заживания. Сам не матирующий. Тише, секунда, и я тебя положу. Тише, тише. Я... Давай. Шакон у тебя нахуй стрелет. Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют. Не, ни хрена я не понял. Вот ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над ходом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Кого? Шо просканировать? Камеру шоу? Угу. А, ну то бишь, его уже было видно изначально. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваривают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Слушай, мне уже, по-моему, хватит. Давайте, верните меня в реальность. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи, Эвэ? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Как меня копасит. Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу ТИБАК, и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Давайте скажем, может быть, я... Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ммм, ты типа разрешил? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Ты же знаешь. Окей. Звоните БАК, и погружаемся. Я сплю. Привет, я что такое? Бак, слушай. У меня тут материал из Компеки Плаза. Брейнданс. Компеки? Ну понятно. Кто там с тобой? Неважно. Ты готова? Да неважно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Хакери. Установлю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Да, прикольно, конечно, они придумали. Безусловно, я что-то такого еще не видел. Так, Вик, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Еленову держит чип. Судя по виду, ты просто место для Евли. Я угадал. Евелин. Ей... Ей было страшно. Страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал, нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся, пока я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Еще минуту. Попосмотрим. С кем-то по телефону базарит с отцом, наверное. Мой отец, замученный, безидейный дед. А, нет. Он не любит перемены. И хочет жить вечно в своем маленьком, застывшем мирке. Так послушай еще. Сабура. Неплохо. Уровень восприятия вкуса подняли? Нет, только, Сэр. Скоро будешь пить такое же в реале. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Короче, это закончена виртуальная реальность. По-нормальным до конца реализовываю, да. Да он не такой уж и молодой. Ясно. Отключился. Перемотай на начало. Послушаем телефон. В смысле? Трансай. Да ты просто гений с железой. А, он отключил, получается, видеосвязь начал по телефону разговаривать. Мой отец, замученный, безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Манимирке. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так послушай еще. Сабура. Безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. И что, мы должны так сидеть и слушать? Ну и что, он отрубился опять? Ясно. Хватит. А, нет, что-то изменилось. Прости, пожалуйста. Не прощу. Работа. Что, нет, за очки какие-то? Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание на меня. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. Что за конфеты? У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Угу. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. Погоди, противный. Эй, полноценная сенсорная панель для управления умным домом. Класс. И шторки задвину, температуру поставил, датчики включу. Но на этом запись, конечно же, обрывается. О, блядь, я как будто сам с ним... А что ж на самом интересном месте оборвалось? Я думаю, если включить цензуру, то... Выключить точнее, то все будет понятно. Так, отматываем назад, да? Канзай. Так, что у нас здесь? Просканировать систему безопасности. А через что их просканировать? Как ее просканировать-то? Переключиться на слой звука. А я еще и не просканировал. Понятно? Так, отматываем назад. В самое начало, наверное. Что, перезапустить нельзя, что ли? Так, давайте сначала на свой звук перейдем и разговор полностью прослушаем. Также левый шип, да? Вот хакеры, а? Так, левый шифт. Погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу через минуту. Это мы посмотрим. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Замученный, безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Что это такое? Забора, безумный дед, под который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Эти мы нельзя пронебрегать. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Где? Коншет Юрина была на свое изображение. Чего это было? А-а-а, вот я тупая. Давай, давай сканирую, Роза. Слышу гудение. Вентиляторы, кондиционер. Или сезар. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Конечно. Так. Что дальше? Я не понял, куда что-то меня перекинуло. Что дальше-то? Просканирую включенный планшет Юрина был на свое изображение. А вы же это просканировали же. Ай-вай-вай-вай-вай. Что еще просканировал? Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Ничего. Так, стопай. А что, разговор все закончился, что ли? Ясно, хватит. Да, ясно, хватит. Вот задание. Зона покрытия. Куда я полетел? Телефон, арасака. Ну, дальше-то что? Просканировать включенный планшет. Какой планшет? Где здесь планшет? Зона покрытия каждый раз. Алло! Зона покрытия. Все, 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 я понял, 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 возвращайся, брат. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке. Ты все в порядке. Ты все в порядке. Ничего. Скоро пройдет. И что дальше? А какая зона покрытия? Задолбали. Какой планшет? Здесь нет никаких планшетов. Блин, я реально уже задолбался. Ты будешь ставить условия мне? Наверное, надо дальше. Это вот про этот планшет речь. Нет? Так какой планшет-то елупал? Вон там какая-то хрень. Сканирование. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. На преде. Прекрасно. Дальше-то что? О! Планш какой-то. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Замечательно. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Йоренобу держит бячи. Мне нужен тепловой слой, приключить мешающий левый shift. Где у нас тепловой слой? Что за хрень? Давай сканируй. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Да я не знаю. Мне что показало, то я и сканировал. Здесь источники какие-то. Может, он в самом себе его хранит? Шампанское. Зона покрытия. Зона покрытия. А что здесь? Просканируют предметы с тепловым изучением на биочип. Ты будешь ставить условия мне? Давай дальше. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Очень хорошо. А где чего? Пистолет. О, это что такое? Воруй, куме. Воруй, куме. Твоему наливай, куляй. Ох, как здесь все прикольно реализовано. То есть, здесь ничего нету, да? Давай назад. Так. А что здесь еще? Ничего такого вроде не было. Опа-цы. Опа-цы. А это что такое? И что мне с собой на горбу его таскать? Указанный. Тут мы ничего не найдем. Зашибись. Куда она еще ходила? Я назови фонкой. А, ну, самое начало, да? А ну-ка, иди сюда, джелезяка. Что, нет? Нет, да? Нет. Видимо, нет. Что за источники? А это что такое? Дай... Зашибись. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Э, погоди, а можно так посмотреть-то? Что это за место? То есть, это в правой части. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец... Замученный, безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком задавшем мирке. Просканирую систему безопасности апартамента. Таким образом. Так, послушай еще. Договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь. Систему безопасности. Систему безопасности это как? Это что? Это у нас операция подготавливается, да? По великому ограблению века. Систему безопасности через сканер, наверное, нет? Очень хорошо. Иди уже. Погоди. Найдем на музыку. Погоди. Водей. Погоди. Так, это термальные источники. А это что? Слой изображения. Систему безопасности апартаментов через что? Так, я на захватаю, да? Систем безопасности. Не забываем. Погоди. Ага. Вот оно. Система сигнализации. Это новая прошивка, но птички на бордах начерикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Отлично. Всё? Внаружены военные импланты, кибернетические модификации, уровень опасности наивысший. Будьте предельно осторожны. Ну что, я уже не просканировал, что ли? А это что такое? Камера с датчиками движения. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Умный дом. Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Всё? Что-то ещё? Ты забрал. А, с самого начала записи, что ли? Ты угадал, да. Ты пророк. Умрёшь за правое дело. Вот ещё что-то. Камера с датчиками движения. Программа пока на стадии испытаний. Просто не спешите. Просто не спешите. Обсудите. А просто скажите, где у вас лежат оставшиеся камеры. Замученный безыдейный дед. Ну, чем я больше узнаю, тем мне проще будет, конечно, дальше. Давай-давай-давай, мотай-мотай-плеер. Давай-давай дальше. Ну, тут у него вроде ничего дополнительного больше нет. Ай. Чё мы ещё не видели? Хотя у него здесь что-то ещё должно быть по-любому. Камеры какие-нибудь. Датчики. Да понял я, понял. И я гляжу и вслед. Камеры в ней нет. А я всё гляжу. Увидеть я хочу. Воруй-ку мебель. Я знаю. Ты воруй-ку мебель. Можно. Нет, ну. Где ещё? Нет. Это вот этот свой, что ли? Что это? О! Ещё какая-то хрень. Всё же отмечено на этом. Автоматические турели. Последний модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Зашибись. Отключи их. Снаружи? Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. Полный болт. А без него никак? Нет. По крайней мере, других идей у меня нет. А-а-а. И всё вы это. Ладно, выходим. Поизучали так нормально. Нашел, что хотел? Да. Всё нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тебак. Хорошая работа. До скорого. Пока. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Ну да, это был большой вселенский глюк. Чья-то фантазия. Оставь себя. Эвелин заплатит. Вау. Это переносное устройство для обработки бренданса. Я загрузила в него твои параметры. Спасибо. Не так хорош, как моё оборудование у нас идёт. Ну так же, кто входит. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Что? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Расслабься, всё под контролем. У меня всё под контролем. Если вы проебётесь, и они придут ко мне, Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи лёгких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожен. Конечно. Давай поговорим через минуту. Давай уже встанем с этого. У нас ноги затекли. Ну чё? Всё, пойдём. Пойдём. Чё-то ты прям разнирничалась. Пипец, какая хрень. Ты не боишься, что налет ловит на тебя? Арасака ведь придёт ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придётся. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого пойдёт подозрение? На корпоратор. На корпоратов и наёмников? Или на девочку в его койке? Почему бы и не на девочку? Ты уверена, что всё под контролем? Инфа про Юринобу, про чип, брейнданс из компеки. Всё складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Чтоб оно поняло. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Правда? Поверь, всё под контролем. Что тебя связывает с Юринобу? Правда, ты столько знаешь про Юринобу. Ну, естественно. Ну да. Мужчины в постели много болтают. То есть, вас объединяет секс? Бизнес. Только бизнес. Это у неё ногти. Юринобу ничего не подозревает. Юринобу не ожидает от тебя подлянки. Юринобу ни о чём понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнёт что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Конечно. И что теперь? Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник. При этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наёмники соблюдают. Мы сделаем по углу. Не важно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Или сразу запрыгнуть в Высшую Лигу? Выбор за тобой. Эй, я не знаю. Я с Дексом только начал работать. Я подумал. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому всё должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я думаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне ещё надо сказать пару слов Джуди. Пару ласковых. Четвёртый уровень. Очки характеристики. Очки способностей. А-а-а. Как дела на фронтах, мистер Ви? Мне показали записи с компэйки.